На телеканале Видное ТВ время новостей Ленинского городского округа. В студии для вас работает Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Генеральный план Ленинского городского округа утвердили на заседании Совета депутатов. С 26 января по 26 февраля проведены общественные обсуждения. Удобный способ привиться от COVID-19. Мобильные пункты курсируют по всей территории муниципалитета. Мы все думаем, что нас это не коснется. А когда касается, потом жалеть начинаем. Сотрудники госавтоинспекции вместе со студентами колледжа Московия провели профилактическую акцию. Водители нас очень внимательно слушали и принимали листовки, которые мы им отдавали. Совет депутатов Ленинского городского округа провел 31-е внеочередное заседание. На нем рассматривался только один вопрос об утверждении генерального плана округа. Появление этого документа необходимо для планомерного и сбалансированного развития территории городского округа. Необходимость в принятии нового генерального плана возникла в связи с преобразованием Ленинского района в городской округ. Но прежде чем документ был составлен, проведена большая работа, в ходе которой выяснялось мнение местных жителей по развитию той или иной территории. Были назначены и в период с 26 января по 26 февраля проведены общественные обсуждения по проекту генерального плана Ленинского городского округа. Информационные материалы были представлены на экспозиции проекта в здании архитектуры. В целях доведения до населения информации о содержании проекта дополнительно были открыты выставки материалов проекта в центрах государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Также информационные материалы по проекту были размещены на официальном сайте администрации Ленинского городского округа в разделе «Строительство и архитектура». Докладчик по вопросу, первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин, также отметил, что документ сформирован с учетом многих факторов. Проект генерального плана выполнен с учетом замечаний жителей, собственников земельных участков, представителей предприятий и направлен на развитие городского округа, открытие и успешно функционирование новых предприятий, создание рабочих мест и полностью интегрирован в развитие Московской области, принимая во внимание географическое положение нашего городского округа и концепцию развития наших соседей города Москва. В ходе общественных обсуждений поступило более 1300 предложений и замечаний. Все они были рассмотрены и часть включена в проект генерального плана. «У нас у всех был повод разобраться, принимать, в том числе отдавать какие-то ответы, принимать граждан, давать сопутствующие пояснения по проекту генерального плана. В том числе открыт для взаимодействия был и Альберт Александрович у нас, и архитектура. На протяжении трех месяцев кто хотел, в общем, даже добежал, что называется, и до правительства Московской области, получил все необходимые разъяснения. Мы своим решением просто соблюдаем легитимность процедуры общественных обсуждений, соблюдения прав, законных интересов гражданских, физических, юридических лиц по рассмотрению их обращений в несении изменений». Проект генерального плана Ленинского городского округа разрабатывался на расчетный период до 2040 года. Планируемая численность постоянного населения – более 630 тысяч человек. Садокладчик по вопросу, заместитель главы округа Сергей Гаврилов, рассказал о деталях проекта генерального плана. «Для обеспечения прироста населения объектами инфраструктуры генеральным планом на территории округа предусмотрено Строительство дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных школ общей емкостью 34 863 места и 73 695 мест соответственно Строительство 9 больничных стационаров общей емкостью 4950 коек, а также 28 амбулаторно-поликлинических учреждений общей емкостью 9 368 посещений в смену Размещение 8 станций скорой помощи общей емкостью на 55 машин Строительство универсальных культурно-досуговых центров и детских школ искусств Предусматривается размещение 8 универсальных центров социального обслуживания населения на территории округа Строительство 45 физкультурно-оздоровительных комплексов, значительная часть которых будет оснащена бассейнами Также он рассказал о развитии дорожной сети, инженерной инфраструктуры и сохранении природных и культурных объектов После выступления депутаты задали главе городского округа Дмитрию Абаренову несколько вопросов, касающихся развития той или иной территории Я благодарен всем вам, уважаемые депутаты, за то, что с неравнодушием подошли каждый к своей территории Мы буквально до мелочей приводили все в соответствии с тем, что хотят наши жители Я надеюсь, что существенную часть вопросов мы сняли Людей, которые, скажем так, пытались осуществить застройку в резонансных историях У них такой возможности без внесения изменений в генплан просто не будет Они не получат никакой разрешительной документации ни на каком уровне По окончании обсуждений депутаты большинством голосов утвердили генеральный план Ленинского городского округа Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ Свыше 18 тысяч жителей Ленинского городского округа уже защитили себя от коронавируса Многие сделали прививку, воспользовавшись мобильными пунктами, которые курсируют по всей территории муниципалитета Наша съемочная группа застала врачей передвижного прививочного кабинета в поселке Боброво С ними пообщалась Юлия Погосян Татьяна Дутова признается, никакие болячки ее не берут Ведь каждое утро женщина закаляется За всю жизнь не сделала ни одной прививки Но коронавирус, говорит пенсионерка, дело другое Чтобы чувствовать себя свободно, решила привиться Тем более, что летом собирается на отдых Да и работа связана с общением с людьми На всякий случай Мы все думаем, что нас это не коснется А когда касается, потом жалеть начинаем Поэтому лучше не быть этим случаем Прививаться Раньше всегда прививались И от многих болезней люди спасались Сейчас вот тоже такая же ситуация наступила И, по-моему, лучше прививаться Тем более, что сделать это очень просто Не надо стоять в очередях А теперь даже посещать поликлинику Несколько месяцев в Ленинском городском округе Работают мобильные прививочные пункты Которые курсируют по жилым кварталам муниципалитета Чтобы как раз у нас не было третьей волны эпидемии Нужно вакцинироваться обязательно Это безболезненно Обычный укол в плечо Переносится все прекрасно, замечательно Максимум бывает, что один день небольшая температура Там 37,2 Но на следующий день все нормально Все проходит В арсенале медперсонала мобильного прививочного пункта Две вакцины Эпивак Корона и Спутник Ви По всем тем адресам, где в этот день делали первую фазу вакцины Мобильный пункт вернется через 21 день Чтобы врачи смогли сделать людям вторую Завершающую прививку Есть и такие, которые за прививкой приходят не в первый раз И речь здесь вовсе не о второй фазе Илья Агишевский в декабре прошлого года уже полностью вакцинировался А теперь хочет увеличить имеющиеся антитела Большинство врачей считает, что раз в полгода прививаться надо обязательно У меня оба родители переболели, мать и отец А я ни в чем, хотя контактный был Помогло? Помогло Всем пациентам медперсонал мобильного пункта Вручил памятные подарки с логотипом губернаторской программы активное долголетие Это стало приятным дополнением к приобретенному иммунитету COVID-19 Юлия Погасяна, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видно этого Подмосковными полицейскими задержаны подозреваемые в серии краж из частных домов На сумму свыше миллиона рублей Установлено, что злоумышленники отжимали пластиковые окна И незаконно проникали в домовладение Откуда похищали ювелирные украшения, денежные средства и другие личные вещи граждан В результате оперативно-розыскных мероприятий Сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в совершении противоправных действий Ими оказались трое мужчин в возрасте от 18 до 35 лет В ходе проведения обысков по местам их проживания Полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты, строительные инструменты, ювелирные изделия, балаклаву, а также иные ранее похищенные вещи Оперативниками установлена причастность задержанных к совершению двух краш на территории города Видное и городского округа Красногорск Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей Сотрудники госавтоинспекции вместе со студентами колледжа Московия провели профилактическую акцию на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном возле образовательного учреждения Участники рейда призывали водителей быть особенно внимательными на этом участке дороги Ребята из вашего разрешения вручат вам на столочку, как напоминает Работаем мы сегодня как с водителями, так и с пешеходами Возьмите, пожалуйста На нерегулируемых пешеходных переходах человек всегда находится в приоритете И водители должны уступать ему дорогу Об этом владельцам автомобиля еще раз напомнили инспекторы ГИБДД и студенты колледжа Московия Цель данного мероприятия безопасный переход проезжей части в связи с участившимися наездами на пешеходах Именно в зоне действия нерегулируемых пешеходных переходов Буквально вот даже на прошлой неделе у нас произошло два наезда на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах Участок для проведения акции выбран не случайно Чтобы пройти к учебному заведению, студенты переходят проезжую часть именно по этой зебре Пешеход при переходе проезжей части должен смотреть сначала налево, потом направо, потом еще раз налево Убедиться в своей собственной безопасности, только после этого переходить проезжую часть дороги Да, она учится на факультете МЧС Девушка рассказывает, что подобные мероприятия проходят у них в колледже на постоянной основе И она с удовольствием принимает в них участие Водители нас очень внимательно слушали и принимали листовки, которые мы им отдавали Учащиеся раздавали листовки с разъяснениями для водителей о соблюдении скоростного режима Некоторые были в шоке, некоторым было не до этого, наверное, как-то Я считаю, что рейд прошел результативно Также в ходе рейда сотрудники госавтоинспекции напомнили велосипедистам о соблюдении правил дорожного движения Также хотелось бы напомнить родителям, что при переходе проезжей части наш велосипедист должен спешиваться с пешеходом То есть слезть с велосипеда или сойти с самоката и в пешем порядке перевозить его через пешеходный переход Стоит отметить, что все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений находятся на постоянном контроле инспекторов ГИБДД На базе Калиновской библиотеки открылся летний лагерь для ребят от 6 до 14 лет В программе первой творческой смены Танцевальные разминки, игровые программы и подвижные игры Своими впечатлениями от таких занимательных каникул мальчишки и девчонки поделились с нашим корреспондентом Галиной Житковой Каждое утро в летнем лагере творческой смены начинается с зарядки Да не с простой, а с черлидерской Ребята из Калиновки уже несколько лет занимаются этим непростым видом спорта Могут хорошую растяжку и сложные элементы продемонстрировать Это пирамиды из людей, это гимнастические, акробатические элементы, танцевальные связки То есть это все вместе, то есть любой ребенок, неважно крупненький, худенький, маленький, высокий, он находит себя в этом виде спорта Основная честь ребят делает свои первые шаги в черлидинге Но есть те, кто уже достиг определенных успехов и даже побывал на соревнованиях Я на черлидинг хожу, на черлидинге я флайер и я уже заняла третье место Как интересно, а что такое флайер? Флайер это тот человек, которого кидают Солнечная погода и хорошие друзья – самые верные партнеры для подвижных игр Опытные наставники организуют команды и проследят, чтобы все было по-честному и в конечном итоге победила дружба Чего ты ждешь от лета? Каких-то ощущений незабываемых, развиваться, получать что-то новое, научиться чему-то новых, новых друзей После блока подвижных игр ребята продолжают заниматься в здании Калиновской библиотеки, где проходят мастер-классы, игровые программы и увлекательные лекции Можно продемонстрировать свое мастерство в настольных играх и нарисовать любимых персонажей, мультфильмов и комиксов Расписано у нас все с учетом того, чтобы мы поиграли в какие-то подвижные игры, пришли, позанимались творчеством, потом опять час каких-то подвижных игр Хороший летний отдых – это залог дальнейших школьных успехов и крепкого здоровья вашего ребенка Поэтому вопросов отправлять или нет в лагерь стоять не должно Здесь и новый вид спорта освоить можно, и друзей найти Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ И это все новости на сегодня, с вами был Максим Козлов, до встречи